Привет, дорогие друзья! Это канал MGC, и уже не только наша, но и ваша любимая рубрика More Than Coffee. Это когда мы собираемся в лампово-теплой атмосфере, разговариваем на насущные темы, такие легкие. И сегодняшняя тема у нас будет... А, я же еще забыл сказать, кто у нас сегодня в педе. Друзья, я Игорь. Я Мариана. И мы сегодня поговорим про насущную тему, которая стала популярной в прошлом нашем стриме More Than Coffee. И это... Войти-войти. Да, войти-войти. Очень много поступило нам вопросов от наших будущих коллег, кто уже на пути обучения, либо же только вот выпустился, начинает искать первую свою работу. Ну и было, ну, на самом деле, много вопросов. Почему именно мы? Мариана, почему именно мы вот выбрали поговорить на эту тему? Ну, скажем так, мы решили именно с Игорем сегодня выступать, потому что мы с Игорем, как говорится, полукровки. Вайтишники. Да, в айтишники, да, мы те самые в айтишники, которые не были потомственными багуировцами, не были потомственными айтишниками. Как это слово такое натуральное, айтишник, это кто? Ну да, мы полукровки, а не нейтив. Чистокровки. Чистокровки, да. Чистокровки, да. Да, мы прошли, в общем, весь тот самый путь от проблемы смены профессии, от поиска, каким образом, какие курсы выбрать, где учиться, как профессию вообще выбрать. Потому что, допустим, для меня сначала айти, это было, ну, вот, все программисты. А потом, когда я уже начал глубже погружаться, я узнал, что есть какие-то тестировщики. Что, тестировщик не программист? Вы не программисты, нет? Ну, тестировщики есть разные. О, видите, еще тестировщики, оказывается, есть разные. Нет, ну, я на самом деле знаю, это я просто моделирую, как я раньше думал когда-то. Мой путь меня привел в джава-программирование. То есть я прошел определенный путь от бакент-разработчика. Сейчас я уже больше в управлении проектами, менеджер, архитектор, и там такое более высокого уровня уже, не кодинг. А Марьяна? А я начинала с мануального тестирования, и сейчас я занимаюсь функциональным тестированием. Ну и, собственно, обучаю, так сказать, новое поколение. Ну, в общем-то, я начала свой путь с джавы, но так сложилось, что я, короче, перешла в джава-скрипт. Отторгла джаву. Не отторгла, я искренне в джаву, вот, и, ну, просто так сложилось. Ты думала, что джава-скрипт изучаешь, да, оказалось, что джава. И пошла же, ну, шутка. Друзья, я и хочу вам напомнить, что мы отвечаем на ваши вопросы, потому что, если они у вас есть, пишите обязательно в чате, мы общаемся с вами, то есть мы не обещаем вам, не только обещаем, не только рассказываем, но еще и отвечаем на насущные вопросы. Есть что-нибудь уже? Ну, кстати, про пятницу. А почему среда – маленькая пятница? По-моему, всегда же 4 был маленькой пятницей. Ну, ладно. Привет, шляхте. Привет всем. Запись, да, обязательно будет, запись стрима. И те ресурсы, о которых мы будем сегодня говорить, мы тоже по возможности будем раскидывать. Опубликуем мы где-то в ответ на комменты, а где-то просто потом уже поставим весь всем списком в описании видео. Поэтому приходите, смотрите, копируйте. Вот у нас первый вопрос. Важен ли английский? Сразу с него. Ну, давай с него. Давай с него. Ну, скажем так. Я, наверное, начну, Игорь. Да, потому что у нас с Марьяной разное мнение на этот повод. Мы уже выяснили. Мы уже с Игорем зарубались на эту тему. Смотрите, если стоит задача просто как можно быстрее попасть в айтишку, то, в принципе, можно и сделать это без английского языка. Есть большая масса русскоязычных проектов, и, собственно, на них можно зарабатывать и сидеть долгие годы. Но если стоит задача, например, выучиться, попасть в какие-то зарубежные конторы, либо переехать за границу, что сейчас актуально для многих, то я бы советовала, конечно, начинать с изучения английского языка. Вот, ну, на мой взгляд, достаточно крепкого вот A2B1 для разработчика-тестировщика. Если вы, конечно, метите в BA, то здесь уже B2+, я так думаю, потому что общение с заказчиками все-таки должно быть уже на более глубоком уровне. Да, друзья, видишь, Марьяна, ты уже со мной даже согласна стала, потому что мы недавно со всем тоже так беседовали, а зачем там на старте там, и я вот именно так, и то, чтобы считаю. Вот у меня был опыт вхождения в IT через русскоязычные компании, банки русскоязычные. Там с этим английским, конечно же, типа как бы всем надо, но он абсолютно не важен. И если ты там, не дай бог, англицизм в речи используешь, там слова вообще неправильно, тебя будут поправлять, и надо там больше русский язык знать, именно так вот, филигарно, чем английский язык. Поэтому если проблема совсем-совсем с ними, смотрите в сторону русскоязычных компаний. Не обязательно, ну, мы сейчас удаленка работаем, удаленки все работаем, поэтому можно искать варианты и удаленно работать на русскоязычные компании, проекты и так далее. И более того, в мои коллеги бывшие, которые уже ряды, там, ну, то есть уже с оставшимся опытом, с нормальным английским, но стартовали с A1. Кто не знает вообще про эти уровни, мы тут говорим A1, B2, там, B2+, там, 6, 8, 7, C. В интернетиках можно пройти на любых бесплатных сайтах курсы, тесты сдать и... Да, вам хотя бы приблизительно. И, в общем, по-любому английский вам надо развивать, потому что чтение документации, обучающие материалы. Конечно, уже русский сегмент вырос на многое. Когда, допустим, я начинал это с 7 или 8 лет назад, было на английском проще понять, чем наших же русскоязычных коллег. Мне тогда казалось, что вообще выходцы, там, профессора, какие-то выходы, каких-то слов понапридумывают, что-то объясняют сами себе, и никто не может нормально понять. Вот. Ну, про русскоязычные ресурсы, которые помогают обучать, в именно, ну, там, джави мы попозже тоже расскажем. Вот. А, ну, думаю, с английским понятно теперь. Да, по поводу еще вот переводов, переводы технической какой-то документации, переводы курсов, они стали сильно лучше в последнее время. Поэтому, в принципе, можно начинать. Но вот почему у нас была вот с тобой заруба тогда? Я говорила, что у меня знакомый коллега, который уже синер уровня, программист, он работает на русскоязычных проектах, и он перст в потолок, он говорит, что я не могу без английского двинуться куда-то дальше. Он хочет, но не может так и время забивал. Мораль. Мораль. Учите его в параллели. Это английский один из самых сложных таких навыков, которые качаются. То есть, джави, не знаю, джаваскрипт, дотнет, любой язык, любое направление, будешь по 12 часов в сутки учить и познавать всякие азы. Если с такой же, с таким же рвением учить английский, там, я не знаю, закут силу, он можно прокачать. Но мы все это делаем. Давай, короче, мы с тобой... Зарубимся силу, ага. Тогда я на канал не буду еще пилить. Мы сделаем сериал, короче, как Игорь учит Сиван за год. Ну, я не знаю, если... В общем, если вам эта идея нравится, пишите в комментариях. Если видео соберет 500 лайков, я злогот на Сиван выйду. Игорь, я буду на Сиван. Будем снимать, да. Путь к Сиван. Я предлагаю приходить к следующему вопросу. У нас есть оттона вопрос, если он же свои курсы. О, кстати, клевый вопрос. Мы хотели про это рассказать. Мы хотели про это рассказать. Давай. Может, ты расскажешь? Окей. Ну, МДС, да, это МОЗДЖАНВА комьюнити. Нас на самом деле тут очень много людей. Не все, так скажем, участники сообщества МДС что-то делают из видеоконтента. Есть люди, которые занимаются конкретно обучением. Вовлечены именно в подготовку молодых специалистов. Ну, в основном, конечно же, Java. Ну, все-таки наши нативные. Но мы немножко расширяемся. Там уже немного другие стримы, направления тоже разрабатываются. Внутри, так скажем, нашей тусовки уже есть кое-что из курсов. Это такой вот маленький спойлер. Такой маленький нос. МДС, да. Но он, да, он скоро будет вовне. Пока что это отрабатывается. Ну, поймите, это сложно. Это не только материалы придумать, разработать, но отработать их. Взять обратную связь, посмотреть, как люди вышли, что-то улучшить. И это требует, ну, определенного количества итерации прогона. Поэтому мы сразу вовне не можем идти. Но скоро MGC станет вне. Не буду коммитаться, не буду говорить про какие-то сроки. Да, ну, и это будет бесплатная школа. Собственно, мы обязательно будем еще проводить какие-то анонсы. Ну, конечно. Пиарить. То есть, ну, обо всем мы расскажем. Но пока прям мы не готовы еще дать конкретных дат. Ну, еще одну тайну расскажем, да. Что мы же собирались в сегодняшний стрим провести с представителем MGC. Да, ну, Олег кашляет. Олег, поправляйся. Олег, если ты нас смотришь, помаши. Лайк поставь. Пей чай с малинкой. Поправляйся. Да, у Олега болит горло, и он не смог. Так бы он рассказал больше про школу. Ну, в общем, если эта тема интересна, мы обязательно сделаем еще один стрим и расскажем детально, что будет в школу входить, какие блоки обучения. Более того, я уже работаю с коллегами, и на нашем канале есть видео. С выходцем. Вот. И он уже успешно работает, получил, так скажем, хороший буст, хорошее обучение, и уже потихоньку растет в карьере. Мы обязательно тоже сделаем отдельное видео, и он расскажет, каково это было. На чатике Олег Железнов, можете на него напишите. Пишите ему, да. Олег, я тебя благословляю. Да, и здоровья тебе, крепись. Да, да. А, ребята, у нас еще вопрос, я вижу, от НИКР. Конкретное направление, или учи все слова, и все. Ну, смотрите, я могу сказать, вот, исходя из опыта, ну, других ребят, ну, у меня английский, я по-пендрюсь, B2. В общем, я могу сказать так, что если совсем слабенький английский, А1, А2, учите просто простой конструкции. То есть, вот, не заморачивайтесь, там, прям, вот, я там посмотрела, я там намного проще, и старайтесь начинать, наверное, с каких-то простых времен и с простых технических слов. То есть, ну, хотя бы, чтобы быть в курсе, там, каких-то технических нюансов языка вашего, вашей программы и прочего, вот. А все остальное на вот этом скелете, грубо говоря, там, месяц, он растет со временем. Да, и правильно, Марьяна говорит, вы еще должны понимать, что, как ни крути, встав на стез айтишника, вы будете читать документацию на английском языке, волей-неволей ваш ловарный запас будет расти, вы будете пользоваться гуглом. И, кстати, ну, транслейтерам это не стыдно пользоваться. Я так как-то вот столкнулся с таким мнением, кто-то мне говорил, ты что, пользуешься гугл-транслейтером, типа, ну, ты же должен знать английский. Конечно, я пользуюсь гугл-транслейтером. Я вообще не знаю никого, кто-то не пользовался каким-то транслейтером, чтобы построить какое-то, я не знаю, тоже письмо написать. Ну, ты пользуешься транслейтером? Честно говоря, да, до сих пор даже на своем уровне. Я когда работала с немецкими заказчиками, немцы, на удивление, вообще обладают просто потрясающим английским языком, и они прямо использовали идиому на идиоме. Там такой сложный был язык, что я один раз, грубо говоря, чуть не опозорилась, в общем, с фразой «pass away». О, я сейчас расскажу, какой я покраснел. В общем, я переводила на всякий случай, вот после этого случая мне написал парень на спалтикет, на другую команду. Я у него спросила, говорю, вот чувак не отвечает. Он мне говорит, что там, ну, неважно, как его зовут, посылает. Включили, Иоанн. И я думаю, ну, ну, я не знала просто перевод этой фразы, я к этому, ну, нет у чувака еще, потому что. А оказалось, что посылает умеет, вот. И это была очень неприятная история. Я, конечно, не написала, я на всякий случай перевела. И я просто сидела такая, думаю, фух, как хорошо, что я не написала ничего лишнего. И, ну, я потом выразила слова соболезнования. В общем, да, была такая ситуация. Ну, мораль всей басни – учить такие вот краеугольные идиомы, какие-то выражения. У меня история была более забавная, не такая печальная, как у тебя, да? В общем, мы общаемся с заказчиком условно, и определенный объем работы нужно было выполнить руками. Ну, я и сказал, хенджо. Друзья мои, менюл джо. Я, конечно, поправили, и я потом, спустя какое-то время думаю, господи. Ну, в общем, надо запоминать такие штуки и более аккуратно их использовать. Ну, повышение там получили. Да, леща. У нас еще вопрос от Сергея Гончаренко. Что по поводу лиджизма на чистоту? Ох, Сергей, в общем… Сейчас расскажу. Сорок, мне сорок. Когда мы с Игорем готовились к этому стему, у нас была такая тоже немножечко дискуссия на эту тему. Немножечко такая, да. Это мы тут сдержанные. Мы просто с Игорем очень много и громко говорим, и у нас всегда на этой почве громкие дискуссии. В общем, скажем честно, я слышала про истории несколько лет назад, что в некоторых компаниях были ограничения по поводу возраста. Что сказать? Ну, это странно, скажем так. Здесь надо смотреть глубже. Во-первых, для чего эти ограничения могут вводить? Для того, чтобы проще студента подсадить на рабский контракт, скажем честно. Я про это хотел позже рассказать, да. Есть свой опыт, семья, там, не знаю, жены, мужья. Воля. Что угодно, воля, да. И он внимательнее читает договор. Вот, но у меня был Минти, которому было 38 лет. И нормально. У наших коллег там и 50 плюс были успешные истории. Мне кажется, наоборот, чем человек старше, тем он более ответственнее подходит к обучению. То есть, ну, в школе, там, в университете, ну, что это скучно было. Ну, это скучно было. Человек, да, уже много чего познал в возрасте, и ему не хочется идти на зыбу каждый вечер, там, раз в год, может быть. Да, очень болят, уже там поедут. Ну, там, эти тусовки скучно, поэтому, ну, семья плюс там обвязывается, будет более надежный сотрудник. Но в то же время ездить на себе не позволит. Но это уже вопросы про найм. Если брать именно эйджизм и предвзятые отношения к тем, кому за сколько, там, за 25, за 30, за 40, работая сейчас в компаниях и в разных командах, я этого, ну, отцова совсем не чувствую. Ну, у меня коллеги, кто и только студенты, и кто-то постарше, чем я, мы, ну, не знаю, потусуемся вместе и работу классно сделаем. Наоборот, очень весело и задорно. Вот, может, если вдруг увидите, моя команда смотрит, привет, вот у нас все разные возраста есть. Если вдруг вы чувствуете какой-то дискомфорт общения с 40-летними, да, вы мне завтра скажите. Мне будет еще один повод. Горите ему пояс, я собачий ручусь. Уже, что мой брак подпишите. Вот, и, откровенно говоря, вот когда я только начинал переходить в IT, в одну известную компанию, я прочитал книжку по джаве, там, что-то там какие-то штуки подделал, звоню в компанию и говорю, я хочу пойти к вам на курсы. А мне и чаги говорят, ну, класс, у нас тут 100 студентов толпа, а вам-то уже давно за 30, поэтому извините, но нет. Вот, ну, как бы запомнил я тогда. Тем не менее, в эту компанию я все равно потом попал, джюниором, нет, медлом, медлом, джюниором, я в другую компанию пошел, прошу прощения, вот, но как-то особо нет. То есть, больший джизм это вот тут вот сидит. У меня, да, есть еще, знаешь, недавно загонялся вопросом, есть люди, которые, вот, допустим, даже 25 лет или 20, они себя ведут, как будто им 50. Да. То есть, ну, эйдж это вот тут вот. Если вы, ну, сам по себе старый, ведете как старый, то, может быть, проблема будет именно вот в этом деле, а не в том, что кому-то засорят. Ну, мне кажется, еще просто в прогрессивных компаниях вот все-таки стараются обходить вот тему возраста, пола и, ну, очень много раз, и там, понятно, что уже вопросов нет уже. Да, здесь, ну, мне кажется, уже чем больше вот вратите работы, чем мы плавно перерастаем в топик того, что вот когда... Прогрессивных. Прогрессивных вот этих, да, когда... Все абсолютно спокойно, и, ну, мне кажется, главное, чтобы вы были профессионалом. В общем, выходцам из таких суровых госучреждений, это будет в новинку. Я вам стопрудово говорим, здесь никто не друг другом матом не ругается, никого нету такого, чтобы тебя шел там, оскорблял и унижал там, не дай бог вообще при всех. Ну, как бы, уважаю. Я не айти вот не эйджитом, а сексизмом сталкивалась очень сильно, и мне говорили очень неприятные вещи, потому что я женщина, и... Да, и я получал отказы от работы просто потому, что вы же женщина, вы же родите. Зачем вы нам нужны? Это интересная история, мы можем... Да, поэтому... Отдельно рассказать, не об шоке даже. Поэтому, ну, я такая, окей, хорошо, спасибо. Ну, да, зачем работать с людьми, которые... Ну, если уже такие токсичные люди вам попались, просто красивые те, и... Значит, не ваша контора, найдете круче. Да, ну, резюмируя, не парьтесь вы насчет возраста, парьтесь про свои знания, про то, чтобы быть человеком, ну, интересным, коммуницированным, не токсичным. То есть здесь больше проблемы не к возрасту, а потому что человек токсичным, например, там всех любят унижать, оскорблять и бить, так скажем. Вот тут вот, да. Наверное, не уживётесь. Ну, да, он будет, наверное, унижать ещё там по работе. Да, да. Найдёт поводы. Найдёт поводы, и поэтому здесь многие и говорят, там типа у нас есть ценности, и ценности – это не пустой звук. Это, так скажем, то, что движет коллективом в целом. Если вы это не понимаете, и это противоречит вашему убеждению, то будут проблемы. Вот и опять-таки информация для тех, кто хочет войти, и с другой стороны все равно будут тихо сидеть там, спокойно. Но имейте в виду, что это важно. Вот. Ну, мы теперь давай снова про путь айтишника, да? Путь в айтишника. Вот как раз у нас спрашивает, можно ли найти удалённую работу на Java 3-ни, Java 3-ни, Java 3-ни, Java 4-ни, Java 4-ни, Java 4-ни. Я думаю, что да, всё, возможно. Просто, ну, вы готовьтесь к тому, что условно, 10 компаний вам скажут нет, 11, то есть, ну, просто не опускать руки, искать, делать резюме. Java, да, да, мне кажется, любой вообще абсолютно. Смотрите, я про Java сразу скажу. Если вы уже условно прошли какие-то курсы, но пока что бегаете работу искать, да, обратите внимание на фриланс-источники, тот же Odesk. Ищите знакомых, много коммуникаций, на форумы стучитесь. Возможно, вы найдёте уже какого-то опытного, с хорошим аккаунтом на том же Odesk, на каком-то фрилансере коллегу, который свои креды вам пошарит, вы будете делать какие-то простые задачи, но под его аккаунт. Будьте, ну, не знаю, либо совсем бесплатно, либо какие-то деньги за это получать. Ну, естественно, они такие огромные. Но, опять-таки, может быть, вам повезёт. И есть очень мощный ресурс LinkedIn. Ну, то есть мы там все есть, ну, как все, большинство из нас имеют там профиль. Подписывайтесь на всех рекрутеров, подписывайтесь на компании. Может быть, вы где-то найдёте стажировку. Как минимум стажировку или очень много... Вот мы тоже хотели отдельно про это говорить. Почему подписываться? Если брать какую-то конкретную работу, вот бывают иногда выходцы из компании или просто программисты стартуют какой-то свой мини-стартапчик. Они могут делегировать часть разработки кому-нибудь за небольшие деньги. А для вас это уже крутой опыт, потому что что-то вы уже делаете коммерческое. Вот. Для него, ну, небольшие деньги вроде бы, но, тем не менее, работа идёт и что-то там будет. Поэтому тут браться можно. LinkedIn. Следите. Плюс ещё, очень много компаний постят свои курсы. Курсы бывают, ну, не на постоянной основе. Вот, допустим, было от одной компании, девопсов набирали чуть ли не с нуля. Уже сразу на платную стажировку. Ребят с адреса набрали, тренируют, качают им английский, и они потом уже находят свою работу. Плюс ещё стажировки, ну, условно, там, как это, для победителя. Типа самый крутой получит джоб-оффер. То есть такие тоже есть. Ну, за этим надо всем следить. В моём опыте, когда я искал, я сколько, вот, ну, у меня 9 месяцев до первого оффера, условно, прошло. И там, условно, где-то полгода я скучался много где и искал вот эти стажировки. Я нашёл. Сам Solutions тогда делала. A1QA. Тогда A1.1 была. Вот. Вы память где-то что-то было. То есть они есть. И сейчас их гораздо больше, чем те же 8 лет назад. Поэтому ваши ушки на макушке, следите, и вообще не это всё. Ну, ещё, вот, я думаю, классная вот идея. Пока вы ищете работу, завести какой-то проект. Вот, мастхэп. Вообще обязательно. Да, да. И, ну, то есть, может быть, если позволяет время, там, один-два таких проекта. Ну, как минимум, вам будет что в резюме показать. Вот. То, что угодно, там, какой-то проект, там, тренд-магазинчик, без разницы, и вот сидеть, и его немножечко взращивать. Но, опять-таки, смотреть в фрилансе, там, и бывают иногда задачи. Мне нужно, там, запарсить что-нибудь, какой-нибудь сайт. Вот не умеет человек, бизнес, он не умеет пользоваться большими штуками. Для него это вообще, вот, тьма тьмущая, да. Вы уже, как опытный, ну, как опытный, начинающий программист, понимаете, что у него за проблема, и предлагаете своё решение. За небольшую, так сказать, плату делайте какой-нибудь, там, условный парсер, выдаёте, как ему надо. Но, опять-таки, это умение ваше общаться, умение ваше искать информацию и так далее. Но это, опять-таки, будете на это заморачиваться, меньше в обучение вложите. То есть здесь надо балансировать. Потому что Java Junior сложно найти работу, именно потому что не хватает и опыта, и где-то знаний. А Juno, Dessa Bias, важны даже, в первую очередь, теоретические знания, а не практика, потому что где он там получит эту практику. А это надо очень сильно досконально всё изобреть. Игорь, тебя спрашивают, где ты усы? Э-э-э, Айкубович, пока мы оставили, да, и сегодня больше в другом. Он в месяц шкафу Айкубовича, его. Он ждёт своего шанса, ну, это всё зависит от вас, да, если бы, соответственно, захотите ещё продолжение этого, так сказать, магического шоу посмотреть, мы что-нибудь сделаем. Ну, в планах у нас было. Да, у нас ещё вопрос. Путь QEA. Подожди. Ну, хорошо. У нас вопрос. Вот, вопрос по курсам, которые могут сориентировать, как именно профессию начать осваивать. Как было уже сказано, в этом много специализаций, гораздо больше, чем бизнес-анализ, тестировщик и программист. Да? Ну, как минимум ещё agile, скромастера, продуктонеры тоже нужны. Дизайнеры, в конце концов. Дизайнеры, да. Дизайнеры, художники, вот как раз сейчас в Wargaming гастану стартуют курсы 2D-дизайна. Так что, если у вас есть такая... Если кто-то тут и художник-дизайнеры среди нас есть, да, вы... Да, мы ссылки тоже предоставим обязательно в конце стрима. В общем, можно тоже освоить такие профессии. Интересные, между прочим. И лучшие студенты смогут трудоустроиться, я думаю, вполне. По BA, наши коллеги и друзья, партнеры, мы скоро с ними коллаборацию сделаем. Analyst.by, сайт, вы можете поискать информацию там о пути в аналитика, о боли, которую он испытывает, вот, ну, отдельное направление. По QEM, там, ну, тоже очень много всего. У меня на канале ITK, канал, ссылочки я оставлю. Есть интервью с бывшим медиком, который стал уже лидом QEM, с бывшим учителем, который лид QE Automation. То есть полностью люди рассказывают свой путь, как они от книжки до оффера. У каждого своя история. Там, кто-то два года, кто-то год там и так далее. Но мы иногда не ответили на вопрос, как определиться, какие курсы есть, да, вот, по определению. По определению, ну... Попробовать, почитать, потрогать. Я думаю, что, да, потрогать, посмотреть, посмотреть, наверное, какие-то видео, посмотреть, почитать про профессии. Ну, в конце концов, не попробуешь, не узнаешь. То есть минимум можно закончить какой-нибудь онлайн-курс по кодингу и сделать что-то своими ручками, там, не знаю, какой-нибудь простой калькулятор и... Вы должны, да, самое главное, понимать, что если вас задача увлекла, то есть вы все, погрузились и больше ни на что не обращаете внимания, там, что уже шесть часов прошло, е-моё. Вот, ну все, это ваш, походу. А если вы сидите через силу, там, себя заставляете, а-а-а, чай пойти попить, там, пойду посмотрю, там, на ютюбчике что-нибудь, там, в инститетах лайки поставлю, ну, скорее всего, оно не ложится на вас, и вы будете себя насиловать. Поэтому, если не определились, разберитесь. У меня, опять-таки, канал ITCava, есть рассказ про профессии, что каждая делает, что делает девелопер на работе, ну, то есть, как бы старался объяснить, то есть, можете посмотреть, возможно, вам полезным будет определиться именно. Вот, а ты вот, Марьяна, почему выбрала Квея? Я вообще не выбирала, у меня было распределение. Меня заставили. Нет, не заставили, я просто, ну, я просто, короче, подала заявку, там, ну, дали домашку, ой, не домашку, дали это одно задание, но я его сделала. Ну, все, переехала в Минск. Как бы я не парилась особо, вот, потом, получается, закрутила. Ну, видишь, у тебя предрасположенность какая-то есть. Не знаю, я просто пошла к своему другу, он пхпшник, я принесла ему пироженки, говорю, Антоха, расскажи, что с этим едят, он мне все объяснил. Как это делать, я сделала, ну, все, дальше курсы, стажировка. Стажировка, кстати, у меня была бесплатная. Вот, я бесплатно. А где? А как ты выпуталась? Ну, потом же трехлетние контракты. Минус. Распалили. Я в баре расскажу. Хорошо. Вот, Вика тоже, кстати, и Андрюха. Я там тоже был, если что, на стажировке, но у меня не срослось, я так понял, что... Вот тогда я понял, что с тестированием я никак. И Андрюхина, жена, все, все, все оттуда. Почему тут вам много секретов? Ну, на самом деле, если вы выбираете путь QA, да, и Иван QA, на самом деле, это фабрика по производству специалистов, у них вообще отработано. Игорь, вопрос, реально ли пройти курсы потестировано удаленно, находясь за пределом РБ? Да, реально, сейчас много курсов, которые проводят Training By, Rolling Scopes. Но это не тестирование. Rolling Scopes, не тестирование. Rolling Scopes есть. Есть тестирование, да. Он в Training By точно есть. В общем, факт того, что это возможно, именно удаленно. Ну, я думаю, что мы называем те, которые мы знаем. РБ, однозначно, есть курсы автоматизации на JavaScript. Это точно. Ну, и мануальная тестирование тоже есть. Да, все бесплатно. Просто здесь надо следить за анонсами, когда стартует программу. Ну, можно, если старт уже был, скажем так, вы опоздали в этот вагон, я советую начинать самостоятельно, делать наперед. Все, скажем так, модули расписаны, вы просто потом будете бежать впереди паровоза. Ну, это касается любых курсов абсолютно без разницы, с каких вы начинаете. Скорее, Мария, не бежать впереди паровоза, а повторением отючения вы начнете лучше усваивать. Я по себе и по коллегам вижу. Курсы проходят, не понимают. Ну, вроде бы выполнил задачи, зашли брюсу-то сдал, но понимания именно инсайта этого нет. Вот ты кого не споришь, хешмап там, там про индексы начнешь их спразывать. Люди все, то есть структуру расскажут, а чуть-чуть глубже все, ну, нету именно понимания. И вот такие вот вещи ты выучил, потом повторил, наоборот, делают тебя более сильнее. Ну, лучше узнать предмет, так скажем. Кирилл пишет, вот пытаюсь смотивировать жену на это дело, ищу грамотных преподавателей, которые хорошо смогут описать специфику той или иной работы. Кирилл, ну, я скажу так. Мне кажется, жена должна сама смотивироваться по той простой причине, что, ну, скажем так, когда это идет немножечко, вот, скажем так, насильственно, да, не насильственно, но, скажем, когда это... Против воли, да? Да, и давление покупает, вот, давление. Может быть, обратный эффект, то есть, может быть, просто какие-то каналы ей посоветовать, посмотреть, а она уже сама захочет, и, ну, реально, это работа, как бы, не для всех, скажем, ну, не всем заходит. Да, не всем заходит вообще вот то, чем мы занимаемся. Есть люди, которые, ну, просто не могут посидеть 12 часов. Ну, кто-нибудь может 12 часов сидеть вот так вот, безвылазно, вот так вот, сюда, сюда, вот, кучу всяких дел. Это параллельно еще делать, у нас, понимаете, митинги, то есть, вот тут вот разговариваешь, а тут ходишь, там, ну, или, не знаю, там, квадратики рисуешь со стрелочками, там, что-то делаешь. Не все это выдерживают. Поэтому, если у человека нету к этому предположенность, ну, зачем угодно силовать и направлять туда? Ну, нет предположенность, скорее мотивация, мотивация. Интересно, мотивация, да, да, то есть, человек замотивированный, он и курить бросит, и пить бросит, и работу сменится, что угодно, и гору свернут, если нужно, да. А если, ну, либо здесь надо заинтересовать этот вопрос. Ну, именно, да, мотивация, я с Марьяной полностью согласен в том, что, ну, толкать не надо. Просто показать и позволить сделать выбор сам. Может быть, это произойдет не сразу же, а через полгода. Ну, то есть, какого-то, не знаю, шарики за ролики сойдутся в определенный момент времени, скажет человек, все, я хочу. У каждого свой путь, и насаждать, это только если ты профессиональный психолог, и умеешь, так скажем, предоставить информацию, чтобы человек подумал в этом направлении, тогда, ну... Проставим психологам запрещено с родственниками работать. Из семьи, по-моему, насколько я знаю. Ну, хорошо, такой... Здесь идет личный фильтр, по-моему, наложение. То есть, все равно должен быть суперватил человек со стороны. Ну, ладно, я имею в виду, хорошо, не такого профессионального психолога, который... Ну, просто как психолога, умеешь с людьми коммуницировать и вдохновлять их. Вот, тогда нормальных. У нас вопрос еще о том, о том прям, у нас такой активный... Том, привет! Да, привет. Можно ли прокачать английский в армии с книжками? О! Слушай, да. Я там был недавно. На сборах. Но ты там балдел просто. Балдел, конечно. Я страдал там, и все айтишники были. Ты утина английская с книжкой. Я алгоритмы там читал. Алгоритмы? Да, алгоритмы и высоконагруженная система. Программа я не писал. Короче, будет очень сложно. В армии... В армии... Что там в армии делаю там? Полоплату дурачу. Делаю там родину защищают. Тогда родину защищаешь. Вот, пересказываешь другу содержание на английском языке. Книжки, которые ты прочел. На самом деле... Ну, не только книжками. Просто, чтобы ты проговаривал. Потому что, если ты просто читаешь, это толку мало. А если ты проговорил то, что ты прочитал, и, например, как-то пересказал, уже у тебя, как минимум, проговорилось. Тренируй, ну, ртом, горлом произносить звуки. Вот. И слушать желательно. Ютубчик там, не знаю, радио. Все что угодно. На английском языке выписывать слова и так далее. То есть, ну, везде можно себе привыть какие-то навыки. В любом. Даже вот в армии. То есть, там будет сложно, потому что, если, не дай бог, офицер будет не разделять, так скажем, желание обучаться, то, ну, он сделает все возможное, чтобы этого не произошло. Это будет так, так скажем, нагружать работой. Есть более емкое слово, что это означает. Не будет никого желания вообще хоть что-то читать. Ну, и армия, это все-таки, надо понимать, это тоже, на самом деле, это обучение нон-стоп. Солдат что делает? Он учится. Офицер это кто? Это педагог. Ну, по факту. То есть, если вот брать все именно, что там в армии проходит. Ну, плюс, да, тренировка, там, все вот это. И зависит от коллектива. Смотря, куда попадешь там. Возможно, но сложно. Хэнки, мы уже отвечали на этот вопрос. Какой? Можно ли найти удаленный стажиров? Да, можно. Можно. Можно искать, наверное. Потом записи просмотреть. Так, все вопрос от Александра, с чего начать фриланс? Нет опыта в этом и знакомых фрилансеров. Сейчас мы отдам. Можно начать фриланс, опять-таки, в джаве или в чем, какое направление? Проще всего фрилансить именно джаваскриптером, фронтенчиком. Почему? Потому что множество мелких проектиков, больше их, чем таких вот, как вот, когда джава требуется, вот, нет, когда ты должен, ну, туда внедриться и долго работать. С мелких больше. Начать, ну, искать ресурс, на котором ты будешь продавать свои услуги. Фрилансеру. Odesk.com. Да, там их очень-очень много. Но там же, если вы из Беларуси, на онлайнере посмотрите, там тоже должны быть форумы фрилансеров, которые объясняют, где что происходит. Почему я говорю о Деск? Ну, во-первых, прочитать про него, создать определенный аккаунт. Там уже куча тоже и видосов есть на Ютубе, и гайдов, как себе набрать первых, ну, клиентов. Потому что зависеть будет все от опыта разработчика, который продает свои услуги. И можно с кем-то договориться и использовать его уже аккаунт. Ну, искать. На Ютубе Рекидын можно еще обязательно профиль завести. Да. Подписываться на HR-ах. Очень много сейчас HR-ов, фрилансеров. И, собственно, чем больше у вас будет соцсеть, вот, ну, там, 500+, там, добавляйте там всех, там, HR-ов, дефилоперов, там, SEO-шников, всех там, все абсолютно ок с приглашениями. Вы себе наработаете вот эту соцсеть, и будьте свежие, взгляните, возможно, что-то там вам улыбнется. Так, можно ли вкратце путь девопса? Вкратце путь девопса практически такой, как и Java Developer. Курсы, работа. Но у него все-таки в любом случае попроще. Уровень входа немножко ниже, чем у тех же джавистов и там C++. Почему уровень входа чуть-чуть ниже? Ну, считается так, потому что, помимо нативного языка, который ты изучаешь, ты еще должен знать, ну, кучу, и архитектуру, и там, стикл, там, тот же самый, чуть-чуть JavaScript, коммуникацию, паттерны и так далее. У девопсов, ну, естественно. Гид, баш, там, бренчинг-стрейтеджи, это все в голову быстро не влезет. Какой-то докер потрогать руками, там, развернуть что-нибудь. Да-да-да, и КВИ тоже там дофига всего, но в меньшей степени. А у девопса, ну, чуть-чуть поменьше, грубо, тоже сложно, тоже там надо где-то и походить и так далее. Но опять-таки, курсы, искать стажировку и welcome. У меня в команду, допустим, девопса как бы нужны, разговариваем ищем, а их нет. Где девопсы? Ну, в общем, если интересны темы развития девопсов, то мы можем пригласить спикеров из девопс-комьюнити. Вот, кстати, у них есть Instagram, у девопс-комьюнити. И я думаю, что у них какие-то инициативы бесплатные обязательно должны проводиться. Какие-то, может быть, онлайн-сессии. Вот, если интересно, мы пригласим такого специалиста, и он расскажет более детально. Вот, а так, ну, не знаю, ручками трогать, все, что можно, вот, разворачивать, там, поиграться. Развернули докер, ну, не только докер-дженкинс, AWS, курсы AWS, посмотрите для девопса, да. Они, кстати, бесплатные, поэтому можно смотреть. Ну, пазы какие-нибудь, наверное, купались за нас. Не, ну, гайд по девопсу тоже существует, просто у нас именно меньше именно этого опыта, поэтому мы общими какими-то фразами говорим. Вот, но, как Марьяна сказала, можем провести. Нужно ли найти удаленность, жалко и джан, отвечали. Лучшие курсы, это очка на Багуиры или Багуу. Да, мы согласны абсолютно, но здесь речь идет про полукровок, тех, кто закончил, какие-то другие. Кто, допустим, 10 лет строительстве, тут понял, что всю жизнь мечтал стать программистом. Да, 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 мы немножечко говорим про другой путь. Багуиры, Багууниха, что намного более просто. Так, кто спрашивает, мы же сиборусский проект, да, белорусский. Ну, как белорусский? Большая часть нас, стартанул здесь. Да, мы все из Беларуси. Но наши коллеги есть везде, в Узбекистане, в Литве, в России. То есть, Молден Джава комьюнити, мы, короче, в разных локациях. И, соответственно, если вы, допустим, из России, то, ну, поищите. Где-то у вас представители МДС есть. Ну, и же комьюнити, вы можете вступить к нам. Ссылочку на наш телеграм-чат мы оставим, мы постоянно ищем и новых спикеров, новых активных участников. Допустим, если у вас интересная есть тема, мы уже в прошлый раз спрашивают, хотим очень сильно прослушать про Котлин. Да, мы еще, ну, Котлинистые. Расскажите что-нибудь, давайте пообщаемся. Котлин, любовь, да, но наши зрители об этом не знают. Ну, это, к примеру, то есть любой из вас, если обладают нужными навыками, интересной истории, welcome, мы пообщаемся, что-то сделаем. Расскажите, планируется проект свободного микрофона, где мы будем приглашать людей, которые хотят попробовать себя в качестве спикера, ну, допустим, не обладает какими-то нужными соц. скиллами. Вот мы все расскажем, покажем, напудрим, посадим перед камерой. Да, это одна из тех, это вот то, что связано условно с Ютубом, с инструментами продвижения комьюнити. Ну, опять-таки, вы можете учиться и найти себе менторы, найти себе товарищи. Вот, пожалуйста, вот у нас много людей, которые отзывчивые, могут помочь. Вступайте в наш телеграм-чат, общайтесь, ищите, развивайте свои горизонтальные связи, ищите друзей. Вместе мы будем быстрее учиться. Не стесняйтесь, главное. Как вы относитесь к курсам A1K по QI, или послемесячного курса найти работу? Месячного? Я не знаю, что сейчас, может быть, A1K обрезал курсы, но я скажу так. Кстати, мы с тобой... За месяц, у нас курсы были 3 месяца в A1K. Ну, я когда еще училась, это был... 3 месяца, да. Еще не было A1K. Ну, вот, я тоже... 3 месяца плюс 3 месяца стажировки. Это... И 3 года контракта. Да. Я считаю, что любой профессию... Ну, не знаю, мне кажется, только реснички или бровки можно за месяц научить. Ну, это особенно... В общем, в моем опыте 4 месяца от начала курсов до оффера это заняло. 3 месяца курсы и... Это если у вас прям все идет на лету, но... Не спите, не едите, и все вот тут вот. Да. Но это при условии того, что вы студент, вот, допустим, как это было со мной, когда у меня было полностью свободное время. Если у вас есть реальная работа, там, дети, собаки... Ну, да, отвлекающие. ...яда, отвлекающие факторы, вам надо, там, кормить семью, то, конечно, это растягивается до полугода. Ну, здесь я тебе можно поправлю, не обязательно студент, а наличие свободного времени. Если у вас есть, допустим, свободное время, денежная подушка, вы можете позволить себе... Ну, может быть, подушка, может, человек аскетичный, ему достаточно. Немножечко тем, кто не работает. Можно устроить. Да, да, да. Ну вот сейчас мой друг заканчивал курсы Rolling Scopes на iOS-разработку. Девять месяцев у него заняли эти курсы, полгода он работал и совмещал учебу. Последние три месяца, последняя итерация, ему уже стало тяжело, и он уволился. Ну, он уволился срочно на то, что он, как лучший студент, попадает. Ну, было уже анонсировано, что они попадают в лагу, и вот сейчас он уже находится в лаге. Вот, но три месяца последние он прям работал день и ночь. Ну, я здесь согласен. Я сначала на старте тоже пытался совмещать работу и учебу, потом я понял, что и либо это, либо то. Вот у меня еще молодая семья была, маленькая дочка, ну, как бы, вложился попозже, вставал пораньше, пока там все спят, что-то пытался ботанить. Ну, ну, это с ним не просто, так скажем. Да, это не просто, то есть, ну, я, допустим, тоже, когда переходила в автоматизацию, я тоже брала какие-то свободные, там, дни, там, вак брала, ну, в общем, это самое главное время. Время, да. То есть, вы... Хотите быстрее инвестируйте туда полностью? Иначе мозг может немножечко сгореть и... Не, ну, сгореть понятно, тут надо как-то найти внутренние резервы 12 часов, 12 минут. Что там за книжка по алгоритмам армейская была? Я ссылочку оставлю, честно не помню. Ну, это был... Я могу порекомендовать книжку, которая очень хорошая для начала, если вопрос по алгоритмам, чтобы почитать, это Грокаем. Это называется Грокаем алгоритмы. Ссылочку оставлю. А то, что я в армии читал, тоже здесь там название очень модное было такое. Какой патротопроект подойдет для Java в IT-шника для портфолио? Вот проект. Патротопроект. Патротопроект, ну, если... Чтобы вот ты принял за классный проект. Я напусть... Ну, посмотрите, пожалуйста, видео, так скажем, у нас на канале. Публичное интервью. Публичное интервью, да? Да. Мне понравился проект кандидата, и вот он демонстрировал, что он именно сделал. Очень хороший проект, а у него была служба. Себе я делал квестчонари, такую игру квеста с вопросами. Ну, то есть веб-приложение, где ты мог... Админка у тебя была, ты себе составлял там всякие вопросики, а, соответственно, пользователи там их отвечал, ну, как-то, аналогов уже очень полно. То есть какое-то веб-приложение, где есть админка, есть пользователи, есть какие-то бизнес-логика, и она затрагивает в себе сразу же. Желательно, еще есть разные права. Конечно, и естественно, разные права, то есть базы данных, веб-аппликейшн, какая-то минимальная архитектура там будет, UI и бэкэнд. Про перформанс там немножечко можно будет поговорить. То есть, ну, вот такое. Не просто калькулятор, который в консоли что-то там делает, а уже более-менее всего, да, и желательно, чтобы, естественно, сборщик проектов там был. Если оно в есетухах, в облаках разворачиваться, вообще шикарно. Ну, надеюсь, ответил. Малгоритм и структура данных. Лаппора или вирт? Вирт, весь камушка. Печатный вариант. Хочу две вторых, а тут еще кто-то интересует ваш авторитет. Вирт, это же классика, по-моему. Да. Вирт, наверное. Мое, так скажем, авторитетное мнение в том, что читать нужно то, что вы понимаете. Не читайте информацию, которая вам сложно идет. По джаве, там, допустим, опять-таки, пример. А как же купить, чтобы красиво стояло? Ну, если какую силу, красиво, да, вирт, а потом рядом, что-то другое. Смотрите, подача информации, которая ускорит ваше понимание. То есть, некоторые вот у меня коллега был уже на проекте, джуниор, мне интересную историю рассказал. Говорит, изучал он паттерн IOC по книжке Spring in Action, вроде бы. Вот. Ему было почему-то там непонятно. И он читал, начал книжку по микронавту. Извини, если я неправильно запомнил какую-то книжку, или Голты читал какой-то фреймворк. И стало больше понятно совсем в другом, так скажем, языке описание того самого паттерна. То есть, ну, что легче идет, что легче понимается, то и читаем. Хорошо, что читать после Шилда. А вы Шилда прочитали всего? Я тоже что-то читал. Это просто респект. Не, ну, моя первая книжка была Шилд. Мне понравился именно он, как он все это дело рассказывает. И что читал после него? Spring in Action, после него, да, вот, сразу же я вспомнил его. Hypernate in Action. Ну, то есть, те книги, с которыми я, ну, те приморки, которыми я дальше начинал пользоваться. Вот. А что в вашем случае будет? Ну, куда вы смотрите? Может, вы захотите с микронавтом работать, почитайте книжки про него. Ну, опять-таки, книга – это одно, а на деле больше практики. Читайте Гид, читайте Хаббер, Stack Overflow. Вот там вот вообще. Еще, кстати, очень хорошая такая тема – найти тех девелоперов, которых вы считаете, скажем так, профессионалами, чей код вам понятен и он несет для вас какую-то пользу. Можно подписаться на Гидхаббе и следить за ними. Вот, там, преподаватели очень часто выкладывают со своих курсов свои, получается, тренинг-проекты. Ну, и всегда можно сделать от какого-то, допустим, опенсорсного проекта Форк и что-то, допустим, своими ручками там поделать, предложить. Даже какой-то вот, на самом деле, казалось бы, нюанс, да, там, не знаю, тоже по синтаксису. Можно заметить и предложить, и у вас будет значок в опенсорском. Ну, друзья, опять-таки, тему книжек и, опять-таки, общение, вступайте в наш телеграм-чат, очень много людей, у кого абсолютно разное мнение, и, возможно, наши не так сильно будут вам помогать, потому что, ну, образ мышления у всех людей разные, да, а вот кто-то поделится своим каким-то путем чтения набора знаний, вот, и вам он покажется наиболее легким, наиболее хорошим. Плюс еще можете найти коллег, которые будут и дальше помогать. А по QM что посоветуешь? Говорит, мне надо читать QM. Задумалась. Ты же читала, зачем читала? Помогли. Опять же, смотря каким мануальным, наверное, нет, не надо. Если вы в автоматизации планируете в техническую ветку развиваться, то язык, на котором вы пишете, прокачивать фреймворки. Ну, здесь, опять-таки, точно так же все очень широко, то есть какой фреймворк вы выбираете, там, хотите вы пойти, там, в солюшную архитику группа. Ну, алгоритмы, на самом деле, я тоже добавлю, это не просто, не просто, что их знать, это образ мышления, ты мозг качаешь. Да, ты просто прокачиваешь фреймворк нейронные связи. Неронные связи, именно, код написать. А в обычной жизни, мне кажется, то есть... Тоже надо. Ну, смотри, в магазинах ты идешь, вот, заходишь в торговый центр, где маршрут надо построить. Алгоритм, вот как пройти по отделам, потратив меньше денег и затратив меньше времени. Это же алгоритм. Я покупала в интернет-магазине. О, еще вообще идеальнейший. Да, что-то вообще не двигаться и не так. Потому что там люди, коронавирус, вся фигня. Так, у нас есть еще вопрос. Публичность обучения джонера джава-девелопер. Прошел ли человек в лаборатории после этого? Да, прошел. И скоро будет видео. Год спустя. Год спустя. Публичность его путь. На медла. Как он уже медлом, наверное, будет. Надеюсь. Я в него верю. Игорь Игорь очень сильно обещает его опять просубесить. А что, ну, можно и просубесить еще раз, чтобы сравнить. Но мы просто подумали о том, что будет интересно всем узнать, вот что с человеком, который вот условно пошел в эту профессию через год. Да, через год. И как он сам смотрит на свой, получается... Его мнение. На свой проект выпускной. Выпускной проект, как он сейчас, да, смотря, какие вопросы были, как он себя чувствует год спустя уже на проекте, посреди тем, как он сюда в него входил. Вот. Ну, то есть... Книги не пройти, вам помогли в работе. Книги не пройти. Да. Кир Булучев, Алиса Селезнева. Ну, потому что, ну, первое, что в голову пришло, почему? Там был искусственный интеллект, гайду, и оно, ну, то есть фантастика. Грубо говоря, фантастика мне помогает войне, потому что она формировала меня как личности. И я, соответственно, все вот это IT, роботы, вот весь наш мир, он мне кажется, немножко фантастический. И я себя, ну, как-то вот выстроил таким вот человеком, который любит вот именно такие вот технологии. Ну, не знаю. Интересно. Ну, это не про мир IT, это именно, да, фантазия. Нужно много психологии, кстати, я читал. NLP, нейролингвистическое программирование. У меня не только книги, но и курсы. Почему? Потому что коммуникация. Когда ты работаешь в команде, очень много зависит от твоей коммуникации. от того, как ты разговариваешь, как с людьми взаимодействуешь. Потому что здесь не только вот, ну, задача на тебе, задачу, иди, сделай задачу. Ну, можешь, не тем словом сказать, у тебя вообще уйдут. Вот, а кюей там несчастный, там, сидит 24 часа в сутки что-то. Нет, ну, если 24 часа ты сидишь, тестишь ты, счастлив. Вот, потому что с тобой нормально общаются. Ну, шучу, просто я и знаю примеры, когда некоторые люди побуждают своих коллег работать овертаймить и такой вот, знаешь, так себе коммуникация. Короче, психология тоже помогает. И это софт-скиллы. По софт-скиллам тоже у нас есть отдельное направление. Есть одна идея вообще про переговоры. Отдельное видео, может быть, снять, выпустить. Насколько это важно. То есть это уже дополнительный такой вот скилл, который, ну, я не знаю, жизненный опыт. Формируется годами. Он не быстро такой сформируется. Поэтому, если есть возможность, вам это интересно, обратите внимание на этот момент тоже. Так, про курс и мы рассказали. Айтишник, сколько ему, тот человек, которого ты собесил в Айтишниках, сколько ему лет? Пускай вам сам прессе расскажет, что я буду это самое. Ну, я могу все рассказать, и тогда уже будет неинтересно. Да, это не студент. Это уже взрослый, зрелый человек. В каких условиях увольняют с работы? Выгоняют ли, если не тянешь таски? Слушайте, ну, если вы не справляетесь, чем-то, Почему? В чем проблема? Значит, есть какая-то проблема. И эта проблема обычно старается решить. То есть, либо вам дали какую-то поверскельную таску, значит, надо что-то попроще дать. Ну, не то, чтобы даже попроще, а ваш менеджер, вопросы даже у менеджера могут быть. Грубо говоря, кладете ноги на стол, ничего не делаете, там, бухайте пиво 24 на 7, ну, и, ну, да, наверное, через какой-то промежуток вас будет. То есть, если у вас нету, ну, если вы вообще ничего не делаете, просто просиживайте штаны, вероятно, да, вам когда-нибудь скажут. В любой компании. Постучаться в любом, да в любом деле, да. И зависит от компании. То есть, то есть маленькие, есть большие, есть компании, которые инвестируют в своих сотрудников и закрывают ноги и глаза, жду, жду, пока он там вырастет. А есть компании маленькие, условно, где там, не знаю, каждый доллар важен, и если, не дай бог, человек не перформит, ну, с ним расстанутся. Вот, поэтому смотрите на большие компании, которые ценят в человеке человека, которые разрешают ему ошибаться и будут его поддерживать. Если вы работаете в компании, которая так не делает, напишите нам, мы вам посоветуем хороших HR-ов, они вас возьмут. Может быть, мы увидимся. Да, это вот хороший point про то, что, ну вот, например, у нас все-таки хочется вернуться к изначальной теме вайтишника, вот психологии вайтишника. Если вы не справляетесь, ну, это абсолютно нормально, то есть... У меня был такой случай, я летом, летом, в сентябре летала на Кавказе на парапланах, и вот инструктор, с которым я летала, он на меня вообще нитико кричал. И я была в шоке, ну, я как бы не ждала такого обращения. И, в общем-то, и вот мы уже взлетели, летим, он начал извиняться, говорит, ой, извини, пожалуйста, такая работа, такая работа. Говорит, вот у тебя там есть в учреждении люди? Я говорю, ну, да, я обучаю людей. Вот это на них орешь? Я говорю, нет, почему я должна на них орать? Ну, а если они не соображают? То есть, ну, у него такая психология, вот устаревшая, что если человек не понимает что-то, на него надо орать, директивно ему там что-то сказать. Я говорю, а почему я должна на них орать, если они не знают что-то? То есть, ну, он пришел ко мне учиться, он, человек, спрашивает моего мнения, как я могу на него там накричать? Ну, понятное дело, если он накосячит, я ему скажу прямо там, что вот здесь надо сделать так или так. Вот, но кричать это, ну, это самое... Ну, здесь мы вот как объединяемся в IT-сфере, мы это условно дико, кричать на кого-то. Ну, да, бывает, что эмоции зашкалили, вот это такой исключительный момент будет, что человек будет потом ходить просить прощения и так далее. То есть, это скорее исключение и истечение каких-то обстоятельств, что кто-то возьмет и орать будет. Надо бить. О, у меня некоторые коллеги, вот мы тут обсуждаем, да, в код кто-то пишет, там, плохо перформит, да, еще остальное. Ну, вот, говорят, бить надо. Ну, то есть, шутку, конечно. Линейка, линейка, да? Линейка, нунчаками. У меня один коллега, да, нунчаки даже свой подарил. Нет, это не про Кавказ, там, это был русский инструктор, не кавказец. Вот, просто сам по себе такой человек достаточно грубый. Ну, он кричал неприятные, скажем так. О, нет, ну, есть инструкториумительные тонны. Ну, там была проблема в том, что он взял много людей, которых он катал. Ну, он же мог распределить эту работу, делегировать. Там были инструкторы свободные, но он хотел всех взять, вот. Ну, и, соответственно, он немножечко подгорел в тот день, устал, эмоции, это все понятно. Ну, в данном случае надо делегировать. Вот, если, если ты не справляешься, делегируй. Если ты, ну, не можешь дать человеку то, что он... Да. Давай вопрос следующий. ЭПАМ – это белорусская компания. Да. ЭПАМ, ну, давай скажем, скажем по-другому. ЭПАМ – это компания с корнями из Беларуси, а так она международная. И уже больше там, так скажем, если юридически брать, есть в любой локации. И, ну, международная. Есть и в России очень много, и в Украине, и в США, в Испании, и в Испании, и по всему, в Мексике есть ЭПАМ. Ну, корни, да, из Беларуси, вот, а двигатель, и делают компанию ЭПАМ именно такой вот мощной, да, именно международная комьюнити, международная, ну, то есть по всему миру. То есть нельзя сказать, что именно белорусы, русские, украинцы, мы все вместе. У нас тут нет такого, что... У нас в Индии есть много офисов, у меня коллеги есть по этому самому, в Индии. Короче, это международная компания. Да, Астра поможет нам защемить. Да-да-да. Про поводу мерча. Толстовочки эти, да, спасибо большое, кстати, там отметили, красивые. Эти толстовочки мы сделали для себя. Мы же дарим их. Мы же их дарим. Нет, эти розовенькие, это для команды, и для наших операторов. Хотите толстовку вступать в нашу команду? Да, да, вот. У нас есть мерч, у нас есть шоперы, чашечки. Чтобы получить наш мерч, достаточно прийти, спикеров на наш канал, и вы получите его. Либо мы готовим часто какие-то розыгрыши во время кат, во время стримов. Да, ну, следите за нами, будут мерчи разыгрываться. Толстовки все разные, то есть... Недавно мы передали шопер нашему тысячному подписчику в Инстаграме. Вот, то есть, ну, просто следите за нашими стримами и задавать вопросы. Иногда мы даем за лучшие вопросы, иногда у нас там какие-то плюшки, там, просто розыгрыши. Крочи, смельчем, все нормально. Давай дальше по вопросам. Новичок на канале, где базируются ваши компании. Везде. Да, ну, в Минске, в Минске, в Минске. Музын Джава комьюнити, и теперь на Музын Минск, в Минске, в Минске, в Чирокамьюнити, короче, мы им пизде. В Испании есть. В Испании, в Польше, коллеги. Сейчас в Штатах будет человек переезжать. Был ли у вас пример людей, которые достаточно долго пытались войти, но не получилось, если так, как они пережили этот провал? Да, было, ну, очень многие люди спрашивали меня, как перейти, войти. Я считаю, что самая главная неудача их заключается в том, что, первое, где-то не хватило мотивации, возможно, это не сильно было им нужно, вот, второе, где-то не хватило терпения. То есть здесь надо перетерпеть, надо понимать, познавая, что 6-9 месяцев вы будете. Год, у каждого свой. У каждого свой, то есть successful case в 6 месяцев, ну, это круто, если вы так смогли, кому-то надо год. То есть у всех обучаемость разная, разные способности, разный уровень запоминания. Да, я повторюсь уже, вы посмотрите интервью на моем канале QA, в которые вошли в IT-медик и учитель, у них разные скорости. У одного два года, у другого человека меньше. У меня был 9 месяцев, у каждого своя скорость. И много факторов являет, работаете в этом, не знаю, хотите отдохнуть просто-напросто. И у каждого, кто в этом пути, есть такой вот переломный момент, когда уже все, вот, дошел, у меня ничего не получается, я тупой, зачем я сюда иду, там, ну, и хочется все бросить. Если вы себя сможете понять, что именно вам мотивирует, что именно вам движет вперед, тогда вы пойдете дальше. И потом, самый интересный момент, вы слышали про самозванца, синдром самозванца будет вас преследовать очень долго. У меня, для меня было удивительным видеть коллегу, который уже для меня вообще крутейший, там, у него 15 лет опыт, он говорит, я вообще ничего не знаю. Сидит с закрытыми глазами базы данных, там, что-то разбирает на атомы, там, я ничего не знаю, я такой маленький, глупенький программист. Ну, это синдром самозванца будет преследовать многих. И с ним, как побороться, фиг его знает. У тебя есть синдром самозванца? Да, постоянно. Мне вообще кажется, что я здесь... Случайно, у меня спалят сейчас. Да, мимо проходило. Ну, тут вопрос еще психологического, наверное, здоровья. Скажем так, я постоянно себе ставлю цели, ну, стараюсь, скажем так, постоянно, это, наверное, громко звучит. Если вы хотите войти в IT, вы разбиваете, вы ставите цель, там, я хочу стать бизнес-аналитиком. И разбиваете вот эту глобальную цель на какие-то пунктики, там. Сначала мне надо выучить то, там, потом выучить следующий блок, еще один, там, выучить, там, прокачать, там, английский, там, до уровня B2, там, прочее, прочее, прочее. И планируйте. У Екатерины Рингольд, можно найти в интернете, есть неплохая книжка по agile методологии, и у нее есть прям подход вот к этому полагать, или полаганию, мотивированию, разбитию, вот, скажем так, своей цели. Она помогает в чем-то, к кому-то. Мне помогает, допустим, например. Вот, если вы понимаете, что сейчас вот, ну, не идет вот какой-то кусок работы, ну, надо сесть и проанализировать, почему так происходит. Возможно, у вас семейные обстоятельства, здоровье, там, или еще что-то не позволяет. Ну, значит, надо немножечко отложить этот момент, просто дождаться, чтобы не завязывалось отрицательное вот эти эмоции, не связывались потом с обучением. Вот, то есть, ну, все надо делать плавно, скажем так. Ну, в agile, ну, да, это такой вот момент. Что думаете про сеньоров за три года? Ой, я свой, у меня этот вопрос очень популярный, вызывает бомбические дискуссии на LinkedIn. Сеньор за три года. Давайте, во-первых, определимся, что есть сеньор. Если так, это просто, смотря, если просто так, ну, вот это весь человек, ну, молодец, он получил его. Угу, скилом, ну, я считаю, что... Надо смотреть, надо спрашивать. Ну, невозможно. Человеку за 30 лет, он там, имеет какой-то определенный опыт, он просто получил определенный, так скажем, скиллсет. Да, у него опыт есть. То есть, ну, опыт есть. Нет, есть ли опыт с нуля за три года? Нет, есть ли опыт с нуля за три года? Нет, нет, есть ли опыт с нуля за три года? надо просто ну стан сделать проект действительно сеньор но многие могут заманивать и по вот тебе то это вы что будешь сеньора здесь как и не на других на себя смотрите на себя смотрите на свои достижения сравниваете с собой есть примеры когда те на проект приходит сеньор типа он нифига не сомневаться вундеркиндом но и так и что теперь они жить обычным людям из-за этого ну смотрите за свой свои достижения вот вы за год выучили там например ну java core там не знаю будет код там были выучили там он еще что-то вы справа сравнить себя там вот я там в 2016 был там что значит вот выучили вы выучили один какой-то spring фаримор там или тоже монгу и что как вы будете работать команду устроить идти к победе ну то есть понимать куда мы идем более такой глобальный взгляд пока у нас нету коллег почему нету коллег мгс уточнить всегда просто мы это не мы непосредственно с ними не общаем больше с литвой с польшей но если вы искали мы сейчас вам накидаем программирование спасать это деменция да конечно любой мусор на деятельность знаю все что угодно новой нейронной связи там делать разные вещи минск си шарп вакансии артем мы можем поставить конечно есть вау сколько вакансий с очень модными молодежными интересными и не очень интересными но тем не менее классными проектами есть напишите нам куда-нибудь мы вам подскажем хороших специалистов кто более детально и подробно вам об этом расповедет у меня восьмерочка какой проект у меня есть коллеги 17 есть с 11 у меня ли после бугуира если сеньор мне кажется вопрос сразу после универа делали проект какие-то сторонние там фрилансили и просто смогут просто пришли подтвердились после бугуира на самом деле ты приходишь просто условным студентам без понимания как что работает у нас после для студентов и специальные курсы где мы их прогоняем и учим условно конкретно на выбранному направлению после этого они уже становятся джинами и где-то на проектах начинают получать опыт сеньор после бугури пришел наверно был каким-то очень талантливым человеком который там помогал университет развиваться с большим таким вот багажом знаний как можно подготовиться к собеседованию на киеве после вопроса ты пока подумай а как пройти собеседование java девелоперу и что спрашивают в среднем беларуси на собеседованиях можете найти на моем канале айтикала и там внизу список вопросов самых популярных которые обычно задают ну это для джейвистов а по киеве но по киеве да я бы сказала так наверное любой там побей поэтому смотреть во первых на кого выйдете выйдете на джуниор на мидал или на сеньор позицию но я так понимаю по вопросам что это человек после курсов соответственно ну ты что спрашиваешь у своих вот приходит тебе киеве там да хорошо коллеги твои что спрашивают ну ты знаешь как собеседование проходит по опыту ну прошу по опыту здесь скорее всего речь идет про джуна да эта теория да то есть эта теория это курсы прошлый опыт есть прошлого опыта никакого нету то есть это будет жесткая теория с разного рода задачками и поэтому здесь если у вас какой-то уже опыт опыт или проект есть вы будут спрашивать по именно так ну то есть скорее всего теорию вообще не будут спрашивать будет спрашивать проект что вы делали на проекте чем вы занимались чем вы будете старше собеседоваться чем там 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 middle plus senior уровень это уже будут того что вы предложили на проекте как вы улучшили проект как вы там как вы там настроили фреймворк улучшили процессы все что угодно что вы принесли своего вот то есть но вот тогда получается если резюмера джона то есть это теория какой-то технический background а дальше уже опыт 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 вот наверное опытных дяди и тети спрашивают только по но опытный ты видишь даже видишь если человек начинает рассказывать тебе что он делал чем занимался то есть но смысл его спрашивать по теории нет ну конечно ты можешь не условно в теоретически спросить и он вытащит на своем опыте то есть я допустим вижу когда условно-академический вопрос я задаю человек может задать дополнительные ну и своими словами или из опыта рассказать как это работает не знаю вообще вообще абсолютно про эту теорию не знаю и тут ну ну что дальше будем ходить по задачке решать или работу работать будем то есть тебе нужен человек умеющий копать лопатой или красиво про это говорящий то есть но очень такие нюансы здесь есть ну за опыт почему именно джава ну это стандартный вопрос почему мы выбрали допустим java не сишар артем уточнить название или да то есть на той на то есть ответ хотя название потому что мы из-за до этого выбрали java поэтому все получится очень процента могу рассказать историю про году да ладно артем еще может увидимся удачи если у вас не получится немножечко отдохните выдохните и потом получится да что будет хорошо в любом случае да правда что джава бэкендеру платят в карте месяце за то чтобы он не суицидался и решено будет будет только поэтому и живем не платили бы то все молоко и бонус личный психолог есть все остальные кроме шуток это не то что джава бэкендеру это вообще да кстати вот вопрос был до этого что сложнее бэк или фронт правда чтобы кэм сложнее фронта но я бы так не сказала ну все с нюансами мне допустим этого приведу пример не фронт этот друг друг не другая вселенная другой набор сложностей и проблемам тоже собака сложный вот и очень быстро стремительно развивается то есть если в джаву там условно выучил особо тут тоже технологии растут но не медленнее меняются приморки медленнее меняются правило чем том же чего скрипте и в приморках там angular там реакции и так далее надо быть постоянно это выучил не успел это выучить уже это надо учить и так далее вот это вот делает твой кошмар плюс любое изменение на фронте тебе сразу же прилетит вот-вот багов в основном находит на фронтах сразу совсем не работает но у нас есть принципы которые называются api first поэтому без работы никто не будет в моем случае джава почему я выбрал она глобальная и очень много ну то есть легче найти проекты которые более долго играющие и на тот момент когда я еще не сильно разбирался войти осмотрел сравнил уровне зарплат и мои в прошлом чинил телефоны и поэтому я не парился о сложность об уровне вхождения и так далее видел уровне зарплат довольно таки дофига вакансии очень-очень много соответственно шансы будут больше и соответственно я начал уже изучать джаву конечно же сравнивал джава скриптом все тут нет как чуть-чуть поковырял вот ну куча остановился на лидирующих позициях немного и немножечко питон и джава скрипт сдвинули где-то как он меняется со временем если взять среди спресс про больницы везде все одинаково вот но можно конечно утверждать что допустим java там выше зарплаты больше возможностей для роста там и так далее но опять таки это за уши притянуто везде сборник тут никто не станет голодным брошенным у всех будет все нормально в любом языке если развиваться и что-то стараться и нигде нету такого понятия что типа вот тут халява везде сложно будет килл джем видела ваш вопрос еще можете загуглить сообщество проколите на youtube и у них много аквейных тем и если вас интересует тестирование обратиться к ним но если у нас будет еще запроса на кейные тематики мы можем провести отдельный стрим как попасть и как развиваться в кей вот дальше у нас вопрос о том доме на досуг чувстве хобби мой досуг и это youtube условно да и вот мое хобби вот мы сейчас вот в моем для меня это мое хобби и я не работаю а когда я не на хобби я работаю не работаешь на им же себе не работают то хобби у меня есть и другие каналы и кроме мгс мне 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 нравится это моё хобби то есть позиционирует а как вторую работу но она классно мне нравится ну ну короче у нас разные отношения для меня вот то что я здесь сейчас с вами и свои другие как где-то каналы виду это это как хобби вот ну конечно семья еще есть и вот как-то туда и потом на работу работа интересно мне допустим работа нравится его пропадаю я могу и не выходить и только лечь от жены там крик ребенка меня может вытянуть во время они не всегда потому что бывает очень много очень интересных разговоров под названием митинги где ты уже не можешь сочкануть я считаю что должно время оставаться надо его выкраивать кому что нравится там вышла не крестика у нас уже есть один план рассказать про хобби айтишников у кого должен быть life work balance иначе если все время только работать что можно немножечко кукухой поехать вот у меня был такой опыт скажем так печальный закончился выгоранием закончился до приема психотерапевта то есть но я как бы этого выбралась то есть если такая тема интересная мы тоже можем поделиться этим у нас есть еще вот стримы про выгорание там нужен есть такой да с психологом у нас есть и с психологом и с олей которая как раз выгорела и поехала путешествовать вот почему вводит в игре приводит в игре они до просто просто это надо делать обязательно все что угодно все что вам нравится не знаю просто ходить в парк иначе я добавлю в эту тему тоже из своего опыта почему у меня вот такое хобби как работа я просто впадаю и все в этом потоке когда я чинил телефон я тоже работал без выходных без проходных то есть ну реально суббота воскресенье было пофигу шел там чинил телефон и тогда еще детей не было соответственно кто меня мог вытащить с этого только друзья это иногда жалуют что меня не видят я тоже выгорел и я долгое время не мог общаться с людьми от слова совсем не хотел никого поэтому внук программирование немножко спасло ты видишь только под людей минимум то есть ты не говоришь сервис добрый день да и этих людей не не успокаиваешь там как психолог да в игрании может произойти и следите за собой надо иметь вот уже вот собственно по опыту надо иметь такое хобби где у тебя полностью отключается мозг это может быть абсолютно все что угодно если вы читаете книги вы включается мозг и вы не думаете о работе но мне кажется это не даже не только не столько войти это во всех в этом сферах финансы где угодно просто чтобы вам вас было переключение вы выбираете то что вы сидите за своей душой и какая-то физическая активность должна тоже присутствовать обязательно там бег все что вам нравится любое там плавание то есть но это же не обязательно там это мы говорим про life баланса work balance но на самом деле вот с моей точки зрения айтишники немножко рабы то есть мы вот-вот как бы не кути там время life work balance но если взять срез статический удаленки мне кажется все больше 8 часов фигачат и просто не могут остановиться так вот это все затягивает где-то кому-то интересно кому-то хочется зарплату кому-то хочется новый тайт у каждого разные мотивации и компания и тишины это дают ты можешь настолько себя реализовать что просто времени не будет ни на что другое и тут интересный вопрос по поводу архитектором после синьорства у нас тут несколько видео на эту тему было перед сегодняшним снимом я не буду повторяться вот посмотрите пожалуйста интервью с павлом веником он как раз коуч коуч говорил тренер опытная совершен архитектор и человек который подготовил очень много разработчиков выпустил именно в мир там тысячу человек практически вот и он очень четко раскладывает по полочкам что нужно для того чтобы стать как архитектором мегамозг вот такое относительно понять я не мегамозг но я мечтаю стать архитектором я скоро стану ну как скоро скорее надо терпение усидчивость вот терпение трусу притруд вы глядете но на самом деле вот реально я допустим вот упоминаю по университету у нас в университете когда на первом курсе подняли но попросили поднять руки кто пришел там из гимназии из лицеев нам сказали вот такую фразу но не запомнив на всю жизнь вы будете звезды на первых-вторых курсах у вас там типа сильным бэграунд вас там но все сильная школа вот но на третьих-четвертых курсах там вот с ребят из деревень там с простых школ они вас обгонят потому что они более усердны они работают на степуху прочее 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 и что вы думаете как и случилось да мы прогуливали там 3 4 курс а ребятки старались учились кто-то там выходил на повышенной стипендии терпение труд и когда есть цель ты ее достигаешь и это это себя перебороть перебороть свою лень свою боль и все остальное марьяна но мы уже 20 может заканчивать уже наверное будем еще пару вопросов последних потому что еще очень большая просьба всем кто нас смотрел поставьте лайки чтобы немножечко алгоритмы и тула потому что мы немножко забыли вас об этом попросить но не забывайте если вы поддерживаете айти лайк ставьте оставляйте комменты под видео шарьте свои соцсети это видео и не только это видео это позволяет на ютюбе появится контент у которой не только такого уровня как там тик-ток там меня там люди что-то едят и так далее но еще обучающему то что наша цель мгс и это произведение контента который будет полезный именно инженерам и хотим тренируемся мышнее актера ничего такого делаем как можем стараемся улучшаемся и ваша помощь виде просмотров лайков ваших вопросов нас очень спасает спасибо давать еще один-два последних вопроса и может наверно будем сворачиваться да у игры там дети усы усы и дети собаки дома ждут собака и кот собака и кот ну раз вопросов больше нету давайте 321 вопросов больше нет наверно будем уже прощаться да друзья спасибо вам большое за то что вы были с нами за то что вы посмотрели нам было очень приятно с вами пообщаться по отвечать на ваши вопросы не забывайте про то что если у вас есть какие-то топики вы хотите про них что-то дополнительно узнать пишите нам вступайте наш телеграм-чат вступайте подписывайтесь на наш инстаграм это встречу новых видео да марин почему сменился цвет мерча потому что ой тут насчет мерча такие баталии у наших коллег не на самом деле она когда будет меняться нету ничего совершенного мы как вода когда стараемся быть лучше да нам тоже спасибо большое всем за вопросы очень были интересные многие вопросы и опять-таки если у вас какие-то темы назывались вы хотите про них больше узнать там продаваться про бизнес с анализ про дизайн как войти там дизайн не знаю неважно мы готовы пригласить спикеров на наш кофе ящик боевых своего настоящего сердца с опыта вот настоящая все вот это будет мы нальем им вкусного кофе очка вот пригласим так что пишите пишите в telegram пишите в instagram на какую бы тему следующее вы хотели бы поговорить вот и до новых встреч пока друзья